здравствуйте друзья доброе утро 2 января 2019 года первый раз в этом году еду я на работу представьте себе такое неожиданное в общем такое возбуждающие приятно возбуждающие события еду на работу первый раз в наступившем году вы видите солнышко это 2 января это калифорния кремниевая долина город санивэлл и у нас тут в общем то в основном вот так всегда и немножко прохладно вот не могу сказать что так уж прям совсем тепло ну прохладно чуть-чуть но не морозно так вот этот мороз и солнце день чудесный это не про нас это не тот совершенно мороз хотя сами понимаете мороз дело относительно в соединенных штатах есть такая фраза ну как общее место такое называется new year resolutions это когда люди говорят вот в новом году я начну новую жизнь ну или там в новом году я должен там вот преодолеть там какие-то вещи или там решить какие-то вопросы и вот эти вот resolutions что он должен там разрешить и вот составляется список дальше идет очень много всякого такого ну иронизирующего по поводу этих resolutions потому что так одно дело мы там собрались мы хотим потерять вес мы хотим начать заниматься спортом мы хотим там больше времени уделять своей девушке мы хотим выучить там не знаю программирование на языке python и так далее так далее то такой большой список значит такой изучение составляется а дальше ты смотришь вот что у тебя в итоге получается из этого ну и естественно друзья получается намного меньше чем попадает в этот список я не исключение год назад примерно вот я сейчас об этом думаю год назад какие-то вещи я хотел сделать и кое-что удалось кое-что удалось и это радует что бывает что вообще ничего не удается людям вот у нас кое-что получилось со светланой например мы на личном фронте мы потеряли существенное количество там килограмм и светлана даже так продолжает потихонечку так снижать вес ну ну совсем потихонечку то есть может быть те темпы которые у нее сейчас может быть она там за год килограмм 3 4 5 так скинет так не спеша знаете так по чуть-чуточку вот я не знаю нужно ли ей еще скидывать это отдельный вопрос потому что у меня такое ощущение что она как бы очень хорошей форме но как бы да по теории вопроса ей бы килограмм 20 надо скинуть чтобы быть в том весе который ей как бы вот по науке прописан я себе представить не могу что будет со света если скинуть с нее еще 20 килограмм но вот понимаете то есть я считаю что она совершенно замечательном таком почти идеальном виде уже но так но это так чисто внешнее такое впечатление не научная значит я скинул 20 кило потом начал заниматься спортом еще и я думаю у меня мускулатура наросло я не знаю сколько по весу ну килограмма 3-4 наросло то есть у меня такие стали широчайшие мышцы и бицепсы и трицепсы и брюшной пресс там и на спине то есть я такой весь стал мускулистый такой комок вот и то есть кое-что удалось и с точки зрения диеты и с точки зрения там лишнего веса и занятия спортом я честно говоря даже не думал что настолько удастся прорваться в этом плане потому что если как бы процесс похудения в этот момент год назад уже шел там месячишка то мысль о том что я начну заниматься какой-то физической культурами даже в голову не не приходило в тот момент я как-то очень отторгал это все то есть как-то это было настолько не близко я понимал что это как бы невозможно там и так далее хотя светлана в то время считала что похудеть невозможно вот а сейчас мы оба такие спортсмены вообще страшно вот а на производственном фронте у меня год назад была такая идея что мы идем в какой-то прорыв с точки зрения должны должны идти в какой-то прорыв с точки зрения изменения нашей школы такое движение вектор такой датей в направлении автоматизированного тестирования дело в том что к сожалению это упирается не только в то чему мы именно учим там в школе то есть допустим мы хотим чтобы люди знали больше автоматизированного тестировать для этого нужно там какой-то язык программирование ну допустим java там или python вот но вообще вот как бы сказать желательно еще контингент другой иметь который склонен к изучению программирования потому что у нас-то как раз очень много народу которые говорят я вот пойду в такое место где можно не не напрягая мозг сильно там скажем не озабочиваясь программированием например что как бы для них следующий уровень сложности хотя то программирование которое в автоматизированном тестирование кого легкая смешно и просто простое уже запредельно ничего там такого нет но тем не менее вот люди годну программировать я вот не могу а вот что-нибудь такое айтишное делать хочется пойду-ка я вот пусть меня научат понимаете и научить нашего студента программированию сложно потому что это не совсем тот самый студент который настроен на программирование который всем ходом предшествующего своего развития подготовлен к этому а как бы даже и наоборот вот поэтому ну тем не менее мы старались сделать то что можно на нашей стороне и кое-что получилось а кое-что нет это было связано еще с тем что мы захотели сделать свою практику производственную потому что бывают студенты которые не дотягивают до того чтобы пройти интервью в компанию и вот надо было как-то их вытягивать и мы сделали свою собственную практику вот эта часть удалась очень хорошо и у нас сейчас масса народ который говорят что мы не хотим в компанию идти мы хотим вот тут практику пройти потому что хорошо сделалось у нас это дело вашим пошло очень хорошо и там же и автоматизацию они тоже практикуют то есть одно дело в классе а другое дело вот тебе реальный проект вот они сидят что-то делают автоматизируют и в резюме можно написать и в общем хорошо а попасть на практику с автоматизации очень сложно там требования высокие то есть там из десяти человек которые хотели бы практику с автоматизации может быть одного возьму и так что компании переборчивые по этой части а у нас пожалуйста никаких проблем давай любой может ну кто может смысле имеет возможность дальше он должен конечно заниматься и тогда вот и самый такой вызов был для меня в том чтобы подготовить курс чтобы днем его вести по такой продвинутой автоматизации вечером проще пошли люди подходят те кто работают в индустрии а надо было днем и тут у меня как-то плохо получилось то есть мы искали кто бы это делал и и и все было хорошо то есть в том смысле что казалось бы вот люди там с опытом нашли которые хотели но но дальше не получилось потому что но допустим все хорошо но но вот как ты человек не может у доски стоять не не получается знаете я прям до слез потому что наш человек там все что надо ну вот абсолютно наш и и и и не может объяснить как мне всегда казалось что такой как-то естественный такой талант вышел объяснил тебя все поняли не но есть путаники я знаю но но в общем и в целом всякий человек который там не знаю 15 лет проработал в индустрии чтобы он не мог там выйти рассказать вот и в общем не получилось вроде люди правильно и остались мы в том же составе в котором были ну плюс у нас появилась девушка соня софия которая ведет вот эту практику который у нас там рядом соседнего здания вот очень очень удачное добавление в нашу команду она молодая такая энтузиастка все у него получается хорошо все ее любят студенты и мы тоже в общем все очень здорово но тем не менее у нас остается вакансия фуллтайм преподавателя который займется автоматизацией вы можете сказать о чем чем тебе не взять там скажем два там нам на парт-тайм которые в индустрии работают и так далее и я бы даже и не против но проблема в том что это днем у у нас занятия происходят днем и представить себе человека который в рабочее время может пойти и вести занятия причем так хорошо вести там скажем с 10 до 3 у нас уроки да вот и конечно я если да если даже пять их было я бы с радостью там допустим ходит там один в среду другой в четверг 3 там еще когда-то вот раз неделю там приходит ведет занятие я просто был на на небе летал от счастья но но где вот так взять хотя конечно сейчас проще чем может быть там 10 лет назад потому что много народу работают из дома или частично работают из дома но но все-таки они из дома то работают а не то что они в это время там где-то занятия ведут в общем не знаю не не удавалось мне пока не как вот этот вопрос разрешить так что когда я думаю про наши не резолюшен на наступивший год 2019 я думаю о том что про школу да не не лично там про нас со светом про школу я думаю что мы должны решить вопрос с тем что у нас должен появиться преподаватель который ведет автоматизацию фулл-тайм и еще мы хотим очень сильно расширить ассортимент того что мы делаем в онлайне потому что мы 14 числа кстати января вот сколько тут осталось меньше двух недель 14 января мы начнем первую практику удаленную до такой вот для тех кто учится в онлайн-классе мы сделаем удаленную практику то есть там у нас у нас собственно она же и так идет и там было уже несколько удаленных практикантов в силу того что люди не могли ну и надо было уехать и с местности один уехал в нью-йорк другой живет с акраменты ну чтобы ему не мотаться каждый день и и они как-то влились подстроились мы приноровились это делать и дальше уже возник вопрос что а чё в конце концов так пусть там будет 10 или 20 или там сколько удаленно то есть мы можем это делать так все получается сейчас идут технические приготовления то есть надо кое-какие там вещи установить создать какую-то среду производства в которой они будут работать вот сейчас наш админ ренат над этим работает и 14 января первая бригада такая отправится пробная там десять человек будет мы хотим отработать этот процесс вот а дальше уже это будет как такой сервис просто услуг такая в нашем каталоге как только мы начинаем тему подумали стали часы считать вот мы с соней как раз во время каникул сидели тут и значит мы солили карандаш там считали считали и пришли к тому что вот эта практика должна быть там ну два часа в день мы с ними занимаемся два часа в день ну как за и работаем два часа в день мы вместе все а еще часа четыре в день они должны были бы реально тестировать то есть это получается хороший такой full time и я говорю ну послушай есть люди которые работают они так не смогут ну кто может шесть часов в день там 30 часов в неделю это что же такое должно быть вот и значит следующий продукт который подойдет мы сначала с этим разберемся вот но следующий будет то же самое но как-то так с вечерними часами может быть это не будет full time как-то как-то вот так то есть надо попытаться то же самое сделать чтобы меньше времени занимало в течение недели ну не 30 часов но может быть я не знаю там 15 вот потом мы хотим сделать ну мысль такая у меня есть то есть я это еще не пока не вижу как что-то такое готовое на выход ближайшее время но тем не менее мы хотим сделать такой же удаленный интерншип по автоматизировать автоматизированному тестированию вот и для тех кто интересуется у нас есть класс онлайновый по автоматизированному тестированию недорогой уж приличный там за 300 долларов там и так далее но мы хотим чтобы был интерншип чтобы был проект и чтобы там реально вот в условиях как бы компании боевых да значит и тест кейсы писались и автоматизировались там и запускались и отрабатывались и ошибочки находили и так дальше все как положено было у нас есть проект у нас много нам дают у нас чего и какой проблемы сейчас совсем нет это проблемы с проектами нам сейчас хорошо дают проекты мы в школе тестируем и компании довольны которые нам дают и то есть мы даже не можем взять все что нам предлагают потестировать тоже я год назад думал что мы тут позовем несколько стартапов чтобы они у нас квартировали за бесплатно у нас сидели в нашем офисе и занимали наших студентов своими делами но нам сейчас достаточно дают без этого мы как-то обошлись без этого вот такие у нас дела и вот это то как я вижу в грядущий год насчет ценовой политики значит мы начиная с 1 марта у нас чуть-чуть увеличивается стоимость там если программа на кампусе у нас стоила и и сейчас стоит четыре тысячи пятьсот долларов то будет 4 750 на 250 долларов будет дороже ну значит такие дела я стараюсь не как бы сказать не увеличивать стоимость поскольку это сокращает как бы наш рынок немножко но иногда просто деваться некуда поэтому вот так пока так вот наверное все на на личном фронте я хочу чтобы у меня была возможность но я думаю это связано просто с моим расписанием и как-то организация моего дня чтобы я все-таки мог постоянно читать что-нибудь какую книжку я когда читаю у меня масса идей всяких вот я сейчас читаю историю американского капитализма написанную большими людьми грамотными и я совершенно в восторге вот читаю и так ну где мы встанем мы сейчас будем втискиваться вот сюда хотя место много так что вот для себя я хотел бы иметь возможность больше читать и и запитываться как бы информации идеями энергии других людей так что вот хотите покажу книжку мне с собой я ее довольно активно читаю и оторваться не могу вот пожалуйста алан гринспен этого человека вы знаете он много лет руководил федерам резервбэнк этот второй господин он из экономиста журнал есть такой экономист он там как бы известный человек вот это не это не первая его книжка у него много вот видите вот это я уже прочитал а вот это мне еще осталось история американского капитализма заканчивается вот эта книжка заканчивается нашими днями и там такие тенденции и столько всего в голову приходит когда читаешь что я еще с вами поделюсь но вот пока так хорошо друзья первый раз в этом году я приехал на работу и туда вот и отправляюсь счастливо а а а а а а